Всем привет дорогие друзья, с вами Юга и долгожданный гайд, не гайд по локации P-Lab, который ответит вам на два вопроса. Первый, почему я здесь фармлю уже третий месяц, и второй, стоит ли мне фармить на этой локации, вашему вниманию. Погнали! Я очень долго думал над форматом гайда, но привычные «бейте на этом споте, со стальки атаки, под этим бафом и этим свитком» уже как-то бесит, да и честно толку, как показывает практика, от них нулевая. Я в своем гайде не гайде, также коснусь подобного, но в рамках своего персонажа, своего класса. Также, надеюсь вы будете благоразумными, и не будете вступать в бессмысленные диспуты серии. А у меня сосед дяди папиного брата делает там-то там-то, со стальки столько-то. Вся информация в видео субъективна и касается моего конкретного персонажа в игре, и поверьте, она меня более чем устраивает. Все ниже описанное происходит каждый день на моем твич-канале, ссылочка в описании, в прямом эфире. Поэтому, если вы вдруг захотите пруфов, милости прошу в эфир. Что бы я хотел прочитать в комментариях, так это описанные условия вашего фарма в пилапе. Надеюсь, это видео будет вам полезно, чтобы выровнять все к призрачному рандомному идеалу. А теперь хорош трепа и... к цифрам! В первый раз я пришел в пилап с 245 атаки на волшебники, выбрав этот спот по причине удаленности от всех топ-спотов на момент июля 2019 года. Спот малопопулярный, так как лут весит много, нужна палатка для ремонта, мобы ни то ни сё, лут стоит ни туда ни сюда, но всё же 3К серебра. Сейчас, спасибо перлапе, сделали 3.6. Так вот, первое, что меня удивило, это количество дискотек, которые там падало. Фармил я 2 месяца лета, выформил фулл-четвертый комплект оружия и бежи под свитками удачи и остатками роскоши в виде набора героя. Вышло неплохо, примерно за 300 плюс свитков у меня получилось поднять свой гир до уровня 261 атаки. И до января 2020 года я ушел в инактив из-за прошлого проекта, в котором я участвовал. Любой прочелик скажет. Братиш, 261 атаки? Это же фарма на Криона. Зачем тебе пилапа? Лооо, на кой ты на этом нубоспоте делаешь? Слава богу, рандома. Опыта у меня обычного стримера чуть больше, чем у про. Да и на аналитика он, к сожалению, не учился. Видимо, и калькулятор под рукой не всегда. Но это так, шутки. Вот вам мои последние цифры на момент 260 атаки в пробуде фарма пилапа и анакриона. Пилап. 12000 темок по 3600 каждая и 25 дискотек в час. Это среднее арифметическое значение дискотек. Лут очень плотно закреплен в значении. Анакрион это 8500 темок, каждая стоимостью по 7500 и 14 дискотек в час. И тут, наверное, даже не среднее арифметическое, а среднее арифметическое увеличение. Потому что обычно это гораздо меньше. Дай бог, если 10 в час. Эти два спота я неспроста сравниваю, так как анакрион считается топом спотом для виза с такой атакой по количеству лута в принципе. Вы понимаете, что я выхожу на уровень вполне себе неплохого фарма мусора в час. Ничего меня не устраивает. А не устраивает меня то, что количество дискотек в анакрионе зарезано, а бежа падает как рандом пошлет. В лучшие замеры я делал их по 5 часов фарма, выпало 4 тунеры в худшие, и это очень грустно, за 5 дней фарма по 9 часов 10 тунер. И все же, даже этот фактор не покрывает доход спилапа. Вот тут я сел и начал чесать бороду. Какой момент я упустил? Что делаю не так? Но Эврика я прокачал на стриме уже на следующий день. Спасибо чатику твича, задали правильный вопрос. Теперь разберем мои условия фарма пилапа, чтобы докопаться до сути. Что у меня из бафов и с чем я хожу фармить. Загибайте пальцы. Бафы. Благословение Камасильвы. Синий свиток удачи. Баф с донатной палатки на 10% дропу. 20% бонуса за знание. Еда плюс пристанка. Ну и это на случай, если вдруг пвп. И выкачанный нот пилапа на 10. Это что касаемо бафов, которые у меня на персонажа при фарме. Теперь донатная составляющая. Или без которой фарм пилапа я считаю пустой тратой времени. Уж извините, как есть. А это. Донатная палатка с ремонтом и бафами. 5 петов 4 ранга. 12 кладисток и 12 аукционисток. Кстати, это еще, честно говоря, маловато. В идеале 15 штук склада и 20 аука было бы замечательно. 2 300 своего ЛТ. Без бафа еды и химки. Костюм с камнем на 2 бега. Благословение Камы. Тоже можно записать донат на его итемы. И премиум набор. Собственно, после всего этого я сделал один единственный правильный выбор. Пилап. Идеальный спот для Ордус Донатикус в игре. С тем паком, что у меня есть, я максимально чувствую комфортно себя при фарме. По 6-10 часов. В том же Анакрионе ремонт, поты, магазин и прочее. Есть и НПЦ внутри спота. Чем делать его очень лайтовым, местным для фарма с точки зрения доната. Но, с точки зрения вывода серебра, балансным. Траты на алхимку плюс заработок за 5 часов за минусом комиссии, аука вышел у меня 430 миллионов. При нулевых затратах на алхимку в Пилапе с теми же условиями 575 миллионов. Но самое главное, в Пилапе мне абсолютно лайтово. Я не устаю от слова совсем. В Анакрионе ты должен соблюдать ротацию скиллов, даун, атаки и так далее. Для меня это не сложно. Но, ведь вся суть муторного для многих фарма в его облегчении не только в игре, но и в реале. Как видите, я для себя его добился. Опять же, у вас может встать вопрос, а что делать, если свитки удачи закончатся? Ответ простой, ребят. Режьте мясо. Занимайтесь бартером. Делайте все, чтобы апнуть в ОГС выше 269 атаки и уйти на хардспот. К сожалению, реальность фарма в БДО 2020 выглядит так. Без свиткой удачи, пищу соси, губой тряси. Извините за грубость, но как уж есть. Черт знает, что сделает Перлабис с этим. Но нужно всегда искать альтернативные способы получения серебра в мирных профессиях. Мне это не очень нравится. Я люблю фармить, бить мобов и каждый день в эфире делаю это по 9 часов. Наперед не загадываю, но поглядим, как будет дальше. А вот и ответ на второй вопрос. Стоит ли мне фармить пилап? Сами решайте. Вводные данные вы получили. Выводы делайте сами. Главное помните. Не задавайте глупые вопросы. Сколько лута ты делаешь в час? Делай столько, сколько тебе нужно и не равняйся на других. Остальное придет с опытом. Наслаждайтесь игрой и забегайте в эфиры ко мне подискутировать на эти темы. Жду ваших комментариев. Подписку и лайк, если видео было вам полезно. С вами был Юга. Всего вам доброго и умейте получать удовольствие от процесса игры. До встречи в прямых эфирах на Твиче. Пока-пока.